Первый рабочий день после новогодних каникул губернатор Кубани Вениамин Кондратьев начал с визита в Славянский район. Глава региона посетил Северный парк, в котором в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» была проведена масштабная реконструкция. Тут я с папой тренировался и уже могу себя поднять. Тут я обычно тоже летом прихожу, занимаюсь по графику. Мне здесь очень нравится. Спортивная площадка в обновленном парке Славянска на Кубани для местных парней, как фитнес-клуб на свежем воздухе и абсолютно бесплатно. После школы, несмотря на нулевую температуру на улице, пятиклассник Василий Шелковый уже на тренажерах. Ну, здесь хорошая территория выбрана. Можно погулять, на качели покататься, я люблю. Погонять футбол летом и просто позаниматься спортом. А также можно поиграть в догонялки, потому что здесь хорошее покрытие и можно не упасть. Реконструкция Северного парка в Славянске на Кубани стала одной из самых масштабных в крае в рамках нацпроекта по благоустройству. 8 гектаров для отдыха и развлечений, теннисный корт, футбольная площадка, прогулочные зоны. Для небольшого города настоящий урбанистический прорыв. Пока школьник Вася занимался на тренажерах, обновленный парк посетил губернатор. Есть на Кубани такая традиция – в новом году открывать общественные пространства и социальные объекты. Нравится вам этот парк? А чем он вам нравится, ребята? У меня много всяких мест, где можно с друзьями погулять. Раньше-то не было так? Мне интересно было среди леса ходить, а сейчас много есть качелей с друзьями. Стараемся каждый раз после школы ходить сюда. Раньше была просто зеленая зона, а сегодня настоящий парк с активностью и развлечениями. Вот знаете, еще самое главное, что в этом году, в этом году в Славицком, вашем любимом районе, будет построено около 15 еще подобных скверов и парков. 15. И такие же мальчишки и девчонки будут радоваться, что у них появятся тоже такие же парки и скверы. Несколько лет подряд губернатор после зимних праздников лично проверяет готовность таких площадок. Экскурсию проводят местные жители. Благодаря их активности появилось не только обновленное общественное пространство. В прошлом году Нина Качегура попросила Вениамина Кондратьева помочь с ремонтом дороги вдоль парка. Теперь вместо ям новый асфальт. В прошлом году я к вам обращалась летом и вот так быстро сделали эту дорогу, этот тротуар, освещение. Детки наши теперь ходят в школу, не погрязи при освещенной улице. Вы знаете, я вас хотел благодарить, жителей города, вот неугомонных жителей города, активных жителей города за то, что у вас теперь вот такой обновленный парк. Вы правильно сказали, что ж мы сделаем парк, а дороги рядом нет. Мы сами создаем жизнь вокруг себя, либо не создаем. И я еще раз хочу сказать вам спасибо всем жителям, неугомонным жителям, те, которые хотят менять жизнь вокруг себя к лучшему. И они ее меняют. Они меняют жизнь, люди. Люди заставляют власть максимально работать на результат. Когда люди хотят, чтобы вокруг них жизнь менялась и что-то появлялось, появляются. Социальные объекты появляются, новые школы появляются, детские сады, парки появляются, офисы врачей общей практики появляются, жизнь появляется, новая, создается жизнь. Вот это все вместе. Без людей ничего не будет. Символично, что полвека назад сквер на этом месте заложили школьники-комсомольцы. Спустя 50 лет рядом с большим парком уже появилась новая школа, а скоро здесь приступят к строительству детского сада. На сегодняшний день, вот ведь сверху мы видим, сколько у нас появилось спортивных площадок, детских площадок, площадь для того, чтобы можно было проводить мероприятия. Вот здесь у нас большая площадь, мы сейчас до нее дойдем. Я на самом деле хочу сказать, что глаза боятся, руки делают. Я благодарен тем, кто 50 лет назад тоже заложил этот парк. Не важно, сколько им было лет. И они создали зеленую зону. Без зеленой зоны, это красиво, это уже очень такой, наверное, родной, еще раз подчеркиваю, для многих поколений родной. Сохранили максимум. Мы бы не смогли создать современный, очень хороший парк. И опять-таки, опять люди. Люди выходят на первый план. Люди, которые жили здесь 50 лет назад, люди, которые сегодня живут. Поверьте, они создают то, что я уверен. И через 50 лет снова будет радовать глаз. Северный парк – один из лучших примеров благоустройства в рамках нацпроекта. Люди сами выбрали эту территорию для реконструкции. Венемин Кондратьев поблагодарил за реализацию идеи главу Славянского района. Наглядный пример взаимодействия жителей и местных чиновников. Я благодарен главе района, Роман Иванович, вы абсолютно подошли очень по-хозяйски, качественно, не просто облагородили зеленую зону 50-летней давности, а сделали по-настоящему парк с той активностью, который позволяет сегодня на самом деле жителям чувствовать, что у них есть парк, который не хуже, чем в Краснодаре. Еще раз подчеркиваю, это должно быть желание. Желание хозяина района, желание главы муниципального образования сделать вот так, вот так именно качественно, хорошо сделать, так, чтобы люди благодарили, радовались. Решение, которое принимается властью, муниципальной, краевой, это решение не для муниципальной, краевой власти, это решение для людей. А если это решение для людей, значит, они должны сверяться с людьми, в первую очередь, с людьми, с жителями, нужны ли им вот такие решения, которые предлагает власть. И я думаю, это должно быть основным принципом в работе, чтобы мы не были как тот дурин с торбой, как торба-то никому не нужна, мы с ней будем бегать. А потом люди будут говорить, а для чего это они все делают. И это будет ситуация, коллеги, на самом деле, никому не нужная, когда власть там осваивает деньги, максимально там рапортует, а люди говорят, а нам это не надо. Вот такая ситуация недопустима. На рабочем совещании главы региона говорили о благоустройстве в новом году территории по нацпроекту «Жилье и городская среда». В Краснодарском крае на создание комфортных пространств в 2021 году выделено почти 2 миллиарда рублей. Очень востребована жителями края работа, которая ведется в рамках реализации нацпроекта по комфортной городской среде. Вот это принципиально для нас сегодня важно. Еще раз подчеркиваю, в рамках реализации нацпроектов у нас финансирование прежнее 1,8 миллиардов рублей. Мы должны их качественно освоить. Не просто освоить. Говорят, в народе попилили и кое-как там что-то сделали, губы подкрасили. Нет, так не пойдет. Если мы говорим, что деньги выделены на парк, на сквер, на благоустройство, то будьте добры, я хочу увидеть такой же парк, как в Славянском районе. А в целом по краю у нас 235 в этом году должно появиться реконструированных парков и скверов. 235 из них 80% в сельской местности. Это принципиальная моя позиция. В сельской местности должны появляться и социальные объекты, и культурно-парковые объекты. Мы должны сделать все, чтобы, как я уже не раз говорил, не возвращать молодежь на село, а сделать все, чтобы молодежь и люди не уезжали с села. Чтобы к концу реализации федеральной программы по формированию комфортной городской среды, у нас не осталось ни одного поселения с численностью более тысячи человек, в котором не было бы новой благоустроенной территории. То есть это такой глобальный план, глобальная задача, которую мы для себя поставили до конца 2024 года. За последние 4 года на Кубани в порядок привели тысячу объектов. Большая часть из них как раз в станицах, поселках и небольших городах. Губернатор просит глав района внимательно относиться к подготовке документов для новых проектов. Любая неточность и люди рискуют не получить вовремя парк, спортивную площадку или отремонтированную дорогу. Александр Александрович, я здесь прошу вас держать на контроле, чтобы до 1 марта, еще раз подчеркиваю, до 1 марта все контракты были заключены. Коллеги, много возникает у нас вопросов по конкурсной процедуре, по торгам, просто говоря. Потом начинаются какие-то объяснения, что у нас документация плохо подготовлена, что у нас еще кто-то где-то нечестные были торги, либо еще что-то, еще что-то. Поэтому мы пошли сейчас на такой шаг, по вашему желанию, еще раз подчеркиваю, по желанию вас, коллеги, глав муниципальных образований, вы можете право проведения торгов передать на краевой уровень. Это там, если вы чувствуете, что сложно будет справиться, в том числе и с конкурсной документацией, то это ваше право, право, коллеги, не обязанность, но под вашу ответственность. Поэтому если уверены в том, что сможете подготовить конкурсную документацию, уверены в том, что торги пройдут в срок, уверены в том, что контракты будут заключены до 1 марта, значит не нужно право никому свое передавать. Мне важен результат. На видеосвязь с губернатором вышли главы городов и районов. Из 235 парков и скверов, которые в наступившем году благоустроят в регионе, 190 находятся именно в сельских поселениях, чтобы комфортные условия больших городов были доступны и для жителей маленьких станиц. Кирилл Белонок, Вадим Волков, Кубань-24, Савинский район.